друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях ну и конечно же своих хороших добрых зрителей хочу поблагодарить за то что не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал а также писать хорошие веселые смешные интересные комментарии в общем добрым зрителям спасибо за поддержку ну что ребят собственно вы знаете ничего нового да но поберуха уже обливается горькими практически слезами уже бедная несчастная не знает куда выйти на какую бы еще паперт сходить чтобы подавали еще более активно до этого значит собирала собирала настройку пристройки посмотрела посидела покубатурила видимо со своей подруженцей козлодуевой поняли что как-то знаете подают не очень активно затем стала собирать на зерно да да увеличив заранее сумму стоимость этого зерна друзья мои я уже говорила в своем предыдущем обзоре что когда я зашла на авито посмотреть а сколько же стоит зерно именно в тамбовской области да мне вчера ребята там писали в целом по стране понятное дело россия у нас огромная страна субъектов российской федерации великое множество но я смотрела именно по тамбовской области ведь поберуха у нас как известно проживает в тамбовской области соответственно она покупает там да плюс конечно же я смотрела кто там продает оптом да я говорю расценки были абсолютно другие значительно ниже тех сумм которые в итоге выставила поберуха но в любом случае друзья мои да уже собирая на корм для животных понятное дело тут уже как говорится вроде как знаете не не до жиру да быть бы живым да ну понятно понятно конечно же естественно животных кормить надо ну и конечно ведроголовые хомяки открывают свои кошелечки достают свои запасы и начинают кидать поберухи деньги ну а здесь друзья мои она уже сегодня в телеграм-канале жалуется бедная несчастная ну настолько пообнищала представляете настолько нищая настолько бедная настолько нет денег уже и коммунальные платежи и платить очень дорого представляете ребят только вдумайтесь да причем так интересно вот говорит такие у нас коммунальные вот двенадцать там тысяч за свет вот там пять тысяч за газ вот там еще столько вот еще столько да конечно же говорит мне компенсируют часть платежей а сколько компенсируют а я и не знаю ну да ну да конечно же верим естественно да да где что-то надо знать она ну типа никогда ничего не знает бедная несчастная ребят слушайте вот честно потом потом значит а вот мне еще там в налоговую надо а вот мне еще туда а вот мне еще к юристу слушайте я вот это вот все смотрю слушаю и у меня если честно уже волосы дыбом встают да у каждого из нас есть своя определенная зона ответственности у каждого из нас точно так же есть своя статья расходов да помимо доходов у нас есть расходы как поберуха всегда говорит давайте-ка я напомню да как она говорит вы все считаете мои доходы но при всем при этом забываете какие огромные у меня расходы поберуха я тебе еще раз хочу сказать да что тебе скажут все нормальные адекватные люди живи посредством значит где-то себя ужми да прижмись ужмись и так далее и не трать какие-то деньги но никогда не поверю что ей не хватает ребята денег на коммунальные платежи это реально смешно она всегда кричала о том что вот мы так много платим туда-сюда забывая сказать о том что часть платежей им непременно компенсирует это во-первых во во-вторых слушайте женщина которая да спокойно ходит в салонной красоты делая себе маникюр педикюр да периодически там делая что-нибудь себе там как говорится да стрижку покраску и так далее делая себе реснички и все на свете да и там когда захотела куда захотела поехала и так далее очень мне странно от этой женщины слышать что вот посмотрите посмотрите какие у нас квитанции посмотрите какие у нас мол коммунальные платежи по беру прикинь мы тоже платим коммуналку мы тоже платим налоги прикинь да мы тоже содержим до себя своих родных и близких у нас тоже есть определенная зона ответственности у нас тоже великое множество расходов как известно чем больше доходов тем больше расходов да и все нормально это все понятно но при всем при этом мы вот эти вот мы хейтеры которых ты терпеть не можешь мы чё-то не стонем еще раз говорю мы сопли на кулак не наматываем мы живем посредством да а если где-то как-то нужно да как говорится больше да больше там где-то заплатить и так далее больше будут расходы то каждый из нас принимает решение ага а что допустим возможно в этом месяце нам на чем можно будет так скажем да где-то подужаться где-то сэкономить и так далее любой нормальный человек прекрасно понимает что жить надо посредством а тут значит нам показывают как себе лично для себя для детей на них рена не делает для себя она ни в чем нигде не экономит на себе любимой экономить она не собирается она себя очень сильно любит да обожает но а коммунальными вот этими платежками трясет перед нашим носом смотрите мне надо платить коммунальные и дальше что лёль но еще не хватало чтобы ты эти платежки возложила на плечи своих хомяков вот это уже будет действительно просто просто самый настоящий зашквар но честно но это вообще уже смотрится со стороны просто ужасно на это дайте на пристройку дайте на корм для животных дайте на коров дайте на зарплату помощницы дайте да значит экономить на чем-нибудь не знаю на зарплатах помощников экономить да ты же кричишь о том что твои дети такие прекрасные тебе во всем помогают лёшка картошка все выходные здесь проводят и тебе помогает да и так далее значит экономить на чем-нибудь да на своих походах в салоны красоты, тоже сэкономь, и пожалуйста, как говорится, и посмотришь, какая сумма появится у тебя раз в месяц. Ну, ребят, понимаете, вот это настолько, настолько ужасно со стороны смотрится, да, когда она себе ни в чем не отказывает, да, ну, в пределах, так скажем, разумного, но опять же на это она просит и клянчит деньги у своих зрителей, а платежками перед зрительским носом она трясет, мол, смотрите, мне надо платить коммунальные платежи, не, ну, круто, мы рады за тебя, прикинь, мы их тоже платим, поберуха, представляешь, мы тоже их оплачиваем, да, собственно, даже не выходя из дома и так далее, а мне вот надо в налоговую, а вот мне надо туда, а вот мне, ну, так и езжай, это твои проблемы, опять же, это зона твоей, это твоя ответственность, да, не, она пытается все, вообще все, ребят, переложить на плечи своих хомяков, слушайте, ну, это какой-то, конечно, дурдом, вы знаете, мне понравился ролик, в кавычках, понравился шортс, где Гриша, осподи, я сначала думала, кто там за кадром, сначала показались одни руки, друзья мои, но потом нам показали Григория во всей красе, а там Гриша, Гриша, мы делили, нет, не апельсин, слава богу, они делили ананас, да, ну, те самые, значит, подарки от Инны, которые, значит, Алёлька как раз-таки привезла, довольные, счастливые, и Гриша показывал, показывал мастер-класс, как он, значит, там, значит, как раз-таки, что он там может делать с ананасом, ребят, такой дебилизм, вот честно, я все, конечно, понимаю, но со стороны это выглядело просто как-то ужасно, какое-то самое настоящее свинство, да, там, начал там вырывать куски этого ананаса, из этого ананаса, сначала, значит, там его катал, давил, да, на него, я все прекрасно понимаю, что масса всяких возможных, да, прибамбасов, что и как можно сделать, и так далее, но в любом случае, да, опять же, все это выглядело, как будто он там этим куром там повытаскивал вот эти вот, да, куски этого ананаса, и дети хватали вот эти маленькие кусочки, господи, да возьмите его нормально, возьмите вы ножик, порежьте его нормально, да, как это делают абсолютно все нормальные, адекватные люди, положите каждому ребеночку в тарелочку, в блюдце и так далее, и пусть бы они ели, нет, эти стоят вокруг стола, этот им вытаскивает, выдирает эти куски ананаса, ребят, какой-то дебилизм чистой воды, я, конечно, понимаю, что Гриша хотел показать, мол, смотрите, какой я молодец, какой у меня есть мастер-класс, да, но со стороны это выглядело просто вот дебильно на самом деле, ничего хорошего не было, и дети стояли на него, смотрели, ждали, когда уже в конце концов они смогут отведать этот ананас, в общем, да, я так понимаю, все, все, Шурика с кадра убрали, Гриша опять появился в кадре, обратите внимание, пока Шурик находился дома, здесь у Лельки, у детей в Туровке, да, то этот Гриша нигде толком не появлялся, ему показывали только-только практически, вот как раз-таки в пристройке, там он постоянно что-то делал, там, ну, или создавал вид бурной деятельности, стоило Шурика убрать из кадра, и все, Гриша опять появился в доме, на кухне, сейчас опять начнутся вот эти хождения по мукам, да, Лелька с Гришкой будут носиться, как два эти, двое злорца одинаковых с лица, да, ну, или как мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары, друзья мои, ну, что, вот, вот, вот такие вот новости последние у Лельки в телеграм-канале, да, показывает нам, какая же она вся деловенная, как она вносится туда-сюда, а мне и к юристу, а мне и туда, а мне и сюда, а мне и это надо, а мне и то надо, бегает прям, знаете, такая вся из себя, ну, понятное дело, надо же, надо же показывать хотя бы, что она что-то где-то как-то делает, что она прямо, вот, знаете, ни минуты покоя, ни секунды покоя, что вот она прям такая деловая женщина, конечно, Лель, ну, мы прекрасно понимаем, собственно, можешь себе позволить носиться, да, как гончая, как говорится, потому что, да, дети, дети всегда, найдешь всегда пристроить куда своих детей, естественно, да, либо там детский сад, либо еще куда-то, либо, конечно же, с няньками, со всякими мамками там, со всеми на свете, дети с кем угодно, только не с родной матерью, и даже мелкую, друзья мои, найдет, кому пристроить всегда. Мне понравилось, как по этому поводу, когда она выходила на свой предпоследний стрим, кстати, который мы с вами еще, даже я его еще не обсуждала, потому что у меня уже тогда был выходной, и мне понравилось, как она тогда вышла на стрим, и ей в чате написали, а с кем ваши дети? И вы знаете, вот казалось бы, абсолютно такой обычный, простой, невинный вопрос. Ну, что в этом такого странного, да? Ну, вот спросит у любого блогера, который ведет влоговый канал, выходит на стримы, да, то есть тот блогер, который показывает свою жизнь, своих там, свою семью и так далее. Обычный невинный вопрос, но этот невинный вопрос вызвал у Лельки волну возмущения. Она сразу ответила, а с какой целью вы интересуетесь? Ну, почему она так отвечает, ребят? Потому что она прекрасно понимает, да, что даже в этом, казалось бы, невинном вопросе, возможно, есть некий подвох, потому что ведь она же смотрит обзорные каналы, она же читает наши с вами комментарии, да, она слушает нас, и она прекрасно понимает, что мы все прекрасно видим, мы же не хомяки-поберухи, да, мы видим прекрасно, что Лелька из себя представляет, что она не какушняя мать, что у нее нет никакого материнского инстинкта, и что до детей ей нет вообще никакого дела. Вот как я всегда говорила, да, Лельке вот чем бы заниматься, лишь бы только не находиться дома, лишь бы чем, куда угодно она готова нестись там на машине, по городам повесим, лишь бы только дома не находиться вместе со своими детьми. Она прекрасно понимает, что мы знаем ее вот эту вот сущность, да, и что ей дети-то вот постольку-поскольку, поэтому, конечно, у нее вполне себе такой невинный вопрос, да, а с кем сейчас ваши дети? Не, ну это нормальный вопрос, согласитесь, когда там помимо того, что там есть дети, да, которым там 11, там 9, там 8 лет, да, и так далее, там же есть еще и маленькие дети, допустим, та же Вероника, да, та же Варя, которая вообще несколько месяцев. Вот люди и задают обычные, простые, нормальные вопросы, но даже эти вопросы Поберухе настолько сильно не нравятся, что она начинает возмущаться, а с какой целью вы задаете этот вопрос? Просто очень интересный ответ, ну в общем, ладно, да, кстати, сегодня еще в телеграм-канале Поберуха нам продемонстрировала, друзья мои, показ мод практически устроила, напялила на себя одну шапку сначала, значит, розовую такую яркую, знаете, цвет такой прямо, ну и вторую, собственно, да, и вот показывала, смотрите, смотрите, пишите, как мне, что мне и так далее, ну, как ни странно, там многие написали о том, что не-не-не, тебе не идет, ну еще светлое куда не шло, а вот эта розовая тебе совсем не идет, ребят. Вы знаете, я вот на нее посмотрела, честно, то ли у нее такой ракурс был какой-то неудачный на этой фотографии, где она была в этой розовой шапке, то ли вот этот сам цвет слишком такой, значит, знаете, ядреный такой, слишком вот прям для нее слишком он яркий, да, и у нее была такая кожа, лица очень плохая, вы знаете, она мне напомнила кожу лица человека, который злоупотребляет спиртными напитками. Ну вот мне почему-то так показалось, что прям вот, прям плохая кожа, не, может быть, конечно, она сама по себе у нее такая плохая, да, а если она без фильтров, то у нее она вся какая-то вот, ну, прям как это вообще, вот не скажешь, что ей 38 лет, да, а здесь прям вообще вот и цвет какой-то кожи плохой, и сама она в таком состоянии, вот как вот видно, да, вот как у Шурика. Ну, Шурик-то по Шурику понятно, что он поддает, но Лелька-то всегда кричала, что она у нас не пьющая, друзья мои, и, если честно, я думала, что она правда не пьющая, а потом, когда я увидела, как она спокойно дербанила, значит, на как раз-таки Новый год и на Рождество, уже зная, что она уже была в положении беременна Варей, вот тогда я поняла, что это все полнейший трендеж про то, что она не пьет, да, это, скорее всего, просто слова, потому что, ну, я не знаю, я мало знаю женщин, которые пьют, зная, что они беременные, да, как она сказала, а что тут такого два глотка шампанского еще тогда удивилась и в своем обзоре по горячим следам сказала, а какая необходимость, вот если ты, да, не злоупотребляешь алкоголем, если у тебя нет к нему такого привыкания, да, если ты, как говорится, для тебя это не какая-то там проблема, да, зависимость, то какая необходимость, как можно пить, зная, что ты под сердцем носишь ребенка, тем более мы прекрасно понимаем, это для тебя фужер шампанского, да, там, или пару глотков ничего с тобой лошадью не сделают, а с маленьким ребенком, который внутри тебя, да, для него это просто огромная лошадиная доза. В общем, друзья мои, выглядела Лелька Ни Айс, вы знаете, вот эти ее ресницы, честно скажу, да, просто как коровье седло выглядит она ужасно, у нее вот эти одни ресницы, губ вообще нет, кожа вся какая-то в рытвинах, какая-то вообще несвежая, какая-то непонятная какая, вот эта вот яркая шапка на ней, конечно, было просто, знаете, как вырвиглаз, как бельмо, да, такое некое. Со стороны она выглядела, конечно, очень интересно, очень комично, я бы сказала. Ну и даже там ее обожатели ей написали, что не-не-не, только не такого цвета шапку, даже они, друзья мои, не смогли Лельке в этот момент соврать. Вот такой у меня получился небольшой обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, всех целую и обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok